всем доброго времени суток сегодняшний ремонт у меня будет заключаться вот в этом принесли вот такой аппарат супра портативный dvd плеер не работает то есть не запускается телевизор не запускается dvd причина выхода из строя следующие дело все в том что ребята использовали его от аккумулятора свежезаряженный автомобильный аккумулятор дает на выходе как правило до 14 вольт 12 14 вольт то есть внутренний модуль питания стабилизатор работал уже на надрыве так скажем из-за этого по моим расчетам вышел из строя один smd транзистор марку я потом назову может быть очень даже может быть вышел из строя контроллер заряда аккумулятора и контроллер обеспечивающие питание всего агрегата ну что ж будем разбираться я его уже разобрал вот аппарат принципе в неплохом состоянии да еще кстати хочу заметить что фирменное питание сетевой вот 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 такой я его уже проверил он как правило дает на выходе примерно 10 вольт то есть для того чтобы запитывать его от аккумулятора вот такая вот вилка в которой не не ничего нет надо ее перепеределать а именно поставить гасящие сопротивления либо использовать через стабилизацию то есть через микросхему допустим 78 0 9 или 78 10 этого будет достаточно ну а сейчас приступим к разборке для вас ну вот системная плата извлечена из dvd-плеера и так вот вся платочка короче говоря сейчас я вам покажу вышел из строя вот транзистор который находился вот здесь транзистор китайский марки 1s hb в продаже такой я не нашел но я пошарился по интернету и нашел подходящий по параметрам с и 2301 буквенные индексы я не называю потому что я пока не знаю подойдет он или нет конденсатор электролитический который здесь находился пришлось удалить временно так как он мешал мне демонтировать транзистор и вот чип о котором я говорил чип контроллера зарядки аккумулятора и он же по всей видимости является контроллером вообще системы питания потому что на него прямо с плюсовой ножки поступает над напряжение на одну из ног вот именно вот эту первая или вторая тут пока различить сложно в общем чип от называется c hk 8108 на алиэкспресс такое продается у нас промо электроники такого пока нет аналогов я найти тоже не могу ну что же а пока заменим транзистор сгоревший и установим конденсатор на место и произведем первое включение ну вот транзистор впаян конденсатор удаленный обратно впаян сейчас подключил питание так сейчас подключим питание и первое включение для вас зритель что из этого получится так что то ничего не получается так ладно будем мы солить дальше ну вот все посылки с алиэкспресс я получил в данном случае это микрочип вот этот вот сейчас покажу так 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 делом а вот вот он ну и сейчас осталось него заменить для этого надо выпаять конденсатор ну и вырезать его буду вот помощью дрели будьте внимательны и осторожны когда работаете с такими резцами одевайте с специальные защитные очки и так дорогой зритель микрочип заменен с грехом пополам транзистор заменен пока я собрал все так на весу чтобы чисто правит проверить идет зарядка или нет и сейчас первое включение для вас зрители оп оп загорелся красный диод значит зарядка у нас пошла аккумулятор надо зарядить а потом уже гонять под нагрузкой но мне не терпится давайте мы сейчас попробуем включить телевизор хотя бы засветится ли у нас экран значит включаем так оп хорошо так загрузка диска пишет пять секунд полет нормальный так 10 секунд полет нормальный так нет диска пишет ну что ж все понятно 9 я пока подключать не стал пока зарядиться аккумулятор ну что ж можно сказать что вечер прошел не напрасно аппарат работает необходимо зарядить продолжаем мучить девидюк впоследствии эксплуатации выяснилось что оказывается компакт диск либо 9 диск зависает где-то примерно на середине вот сейчас покажу смотрите кабель стоит неровно вот если так посмотреть он стоит не по центру кроме того у кабеля я обнаружил некоторые загибы поэтому лазерная головка зависает где-то на середине диска чтобы как-то понятнее показать возьмем любой диск допустим вот этот и загрузим его пошла загрузка так громкость 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 так ну первый трек производится хорошо вот сейчас допустим возьмем трек номер пять так полет нормальный трек номер три четвертый трек пятый шестой еще воспроизводится а вот на седьмом или восьмом должен зависнуть однако вот слышите все пошло зависание все упирается неисправность вот как раз наблюдается в этом кабеле то есть он сложился пополам и не пускается лазерную головку дальше ну что же понятно значит стоп 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 значит значит берем покупаем новый шлейф устанавливаем его руками как надо я пытался поменять его с другой стороны то есть посмотрел но он тоже жомканый как говорят у нас но на урале нужно новый шлейф все на этом закончено перерыв все оказалось намного проще я просто вскрыл дивидюк и переклеил шлейф как можно прямее и теперь вот более-менее прямо располагается запас по изгибу есть очень хорошо а сейчас просто возьмем любой компакт диск вот который мне подвернулся под руку и и просто про проверим сможет ли он загрузить сразу же допустим 18 трек то есть как вы понимаете 18 трек находится с самого края на виниле запись идет от края к центру а на компакт дисках наоборот что собственно не важно вот первый трек пошел так сейчас попробуем сразу 18 трек загрузить ну хотя бы так сделаем сначала третий так третий трек пошел теперь 17 трек допустим оп замечательно так теперь попробуем последний трек ну что ж компакт диски работают хорошо сейчас проверим то же самое только на DVD как я говорил уже выше свежезаряженный аккумулятор дает очень высокое напряжение порядка 12-14 вольт даже 15 а на заведенной машине напряжение может быть до 16 вольт даже поэтому чтобы DVD плеер в следующий раз не вышел из строя при питании от аккумулятора пришлось собрать вот такой нехитрый стабилизатор ну это конечно же вот входное напряжение предохранитель выверен экспериментальным путем 1,2 ампера выключатель работает отсекает сразу же вход и выход то есть блокирует участок диоды я поставил это могут быть любые диоды сетевые то есть выпрямительные маломощные для чего для блокировки обратного включения то есть если люди перепутают плюс с минусом чтобы схема не вышла из строя ну и соответственно аппарат чтобы тоже не вышел из строя дабы такой случай уже был стабилизатор ну я в данном случае взял фиксированный стабилизатор на 9 вольт конденсаторы C1, C2, C3 согласно инструкциям диод кстати тоже согласно инструкции ну и соответственно световая сигнализация R1 470 Ом ну и обычный светодиод вот и вся схемка а вот модуль питания вот этот выглядит следующим образом он получился у меня не очень дорогой светодиоды стоят не так дорого для этого что я еще взял клеммы лага их можно купить в любом строительном магазине тумблер питания у меня где-то валялся я его решил использовать как раз подошел какой нужно радиатор тоже от советской какой-то аппаратуры ну и соответственно вот шлейф то есть продав питание это пришлось все купить ну что ж давайте заглянем внутрь как он устроен вот что у него внутри соответственно сам стабилизатор и обвязка к нему то есть все видите вход диод обратного включения отсекателя то есть выключатель ну и соответственно тут не это все согласно схеме так а теперь давайте проверим это все в динамическом режиме как это будет работать ну вот модуль питания у меня уже включен тестируемый подключен сейчас подключим DVD так значит раз так два так ага аккумулятор полностью заряжен горит зелененький диодик вот смотрите оп оп все я его заряжал сейчас как я говорил выше диск зависает на середине проверим в режиме DVD плеера ну для этого возьмем допустим какой-нибудь трек который находится как можно ближе к краю ну вот давайте возьмем да вот этот вот пошел подпишем подпишем Продолжение следует... Продолжение следует... Так... 4... Ага... Хорошо... Так... Так... Назад... Отлично... Стоп... Паузу держит хорошо... Теперь осталось еще проверить до кучи, как ловит эфирное телевидение. Прямо сейчас самые заботливые земноводные пернатые и четвероногие родители. Появление этого кенгуренка стало сюрпризом для работников зоопарка. Когда обустраивали жилище для самки древесного кенгуру, никто и подумать не мог, что она ждет потомства. Так... Второй канал... Ну, антенна у меня не очень... Что-то... Или может тюнер тут такой не очень хороший... Своеобразен... Вещица эксклюзивная... Вольному нужно было в вашей квартире... Международный характер... Необходимо отметить фестиваль православной и патриотической песни... Состоится воскресенье 26 июля... Сбор группы на берегу... Ну, вот ДМВ-каналы ловят более-менее... Я думал, кто мне трогат... Просто... Балабу... Всё... Но не все... Спасибо большое... Многие... Не бою... За пример Аркадий Дворкович пока на этот счет нет единой позиции... В принципе, можно отдавать хозяевам... Телевизор работает более-менее нормально... Я не знаю, как он работал до этого... Но остановимся на этом... Понравилось видео? Подписывайтесь на канал... Задавайте вопросы... Всем всего доброго... Всем творческих успехов! Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...